Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях врач-пульмонолог Одинцовской детской поликлиники Наталья Васильева. Здравствуйте! И врач-педиатр Екатерина Кореева. Здравствуйте! Здравствуйте! Все мы прекрасно помним, что ровно год назад практически все общеобразовательные учреждения района были закрыты на карантин. Наталья, Екатерина, как в этом году обстоит дело и не превысили ли мы эпидемпорог? Ну, в этом году мы еще не добрались до того уровня, когда детские, дошкольные и школьные учреждения закрываются на карантин. Детки пока будут учиться, ходить в садик. Но, тем не менее, как всегда, в это время года заболеваемость достаточно высокая. Вирусные заболевания, бактериальные заболевания. И это еще при условии, что грипп у нас не начался. То есть, как всегда, в этом году нужно думать о том, что детки в любой момент могут из садика и школы принести вирусную инфекцию. Что должно насторожить родителей? Вот какие самые первые симптомы? Что говорит о том, что ребенок заболевает? В первую очередь, нужно обратить внимание на общее состояние ребенка. Как правило, вирусная инфекция сопровождается повышением температуры тела, головной болью, общей слабостью, утомляемостью, возможным появлением насморка, кашля, боли в горле. Ну, не всегда простудные заболевания сразу индексируют высокой температурой. Я сама мама. И очень часто ребенок просто подкашливает, появляется насморк. И, в общем-то, на этом как-то все и растворяется. Вот что делать в этом случае? Ну, совершенно верно, Мария. Мы, наши дети и взрослые, собственно говоря, контактируем с огромным количеством патогенной для нас флоры, бактериями, вирусами. И далеко не все они вызывают яркие проявления. У нас есть иммунитет, который работает на нашей защите. И дети, ну, например, в садике, почему говорим о садике, это самая высокая заболеваемость в течение нашей жизни. Иммунитет таков, что детки цепляют достаточно, как мы говорим, цепляют достаточно много вирусов, контактируя с ними порой впервые, и достаточно ярко на них реагируют. И, тем не менее, не на все инфекционные агенты детки реагируют вот так, чтобы они просто сваливались, чтобы была высокая температура и требовалась неотложная помощь врача. Большую часть инфекции детки переносят на ногах, и это здорово. Иммунитет справляется с инфекцией самостоятельно. Наша помощь порой заключается в обработке зева, в обильном питье. То есть, если ребенок слегка прикашливает, у него слегка красное горло, ну, это не повод для постельного режима ребенка, собственно говоря. И я знаю, что врачи всегда рекомендуют, если нет температуры, но ребенок простужен или есть небольшой кашель, гулять на свежем воздухе. Ну, здесь я бы сказала так. Ну, или в том или ином случае здесь нужно... Здесь нужно рассматривать совокупность симптомов. Как правило, разрешаем гулять мы при хорошей погоде и хорошем самочувствии ребенка. При этом мы должны понимать, что если ребенок активно заразен, а с кашлем и насморком он рассеивает инфекцию достаточно далеко. Если ребенок активно заразен, но при этом прекрасно себя чувствует, мы все равно не рекомендуем гулять там, где идет скопление народа. То есть, он просто заразит деток на площадке. Я вам хочу сказать, что у родителей есть только такая догма даже в какой-то степени. Сопли и кашель не являются поводом пропуска школы. Вот как и в этом случае быть тем родителям, которые так не считают и все-таки отправляют здоровых детей в образовательные учреждения, но которые, к сожалению, контактируют и с такими ребятами? В качестве контактеров такие детки активно заразны, безусловно, потому что именно во время кашля и чихания на несколько метров рассеивается возбудитель инфекции. При этом ребенок может быть без температуры, то есть он может быть с весьма неплохим самочувствием. Но тут тоже такая ситуация, что если садиковые детки, их оставляют дома, как правило, детей школьного возраста, как правило, отправляют в школу. Потому что, как говорят родители, просто с небольшим прикашливанием можно просидеть всю зиму, пропустив всю программу школьную. Поэтому здесь, ну, в значительной степени и на усмотрение родителей. Родители всегда должны оценивать, насколько самочувствие ребенка страдает. То есть если ребенок не домогает, его, безусловно, нужно оставить дома. И с другой стороны, нужно думать о том, заразен ли он для окружающих. Если ребенок активно кашляет и чихает, ну, я бы посоветовала оставить дома. Ребенок заразен для окружающих. Он заразит не только своих соседей по парте. И он заразит учителей. Понимаете, это все будет потом идти на наших же детей. Ну, собственно, вот так, наверное, и мы приходим к той ситуации, когда школы закрываются на карантин. Да, совершенно так. Когда в одном замкнутом подечении сидят много кашляющих детей, заражая друг друга. И в конце концов, в общем-то, ну, вот как у нас буквально недавно школы закрывались на карантин по пневмонии. Когда по полкласса были именно с пневмониями. Как дело обстоит с корью, Наталья Валерьевна, на сегодняшний момент? Потому что осенью это была такая прям очень острый вопрос. Проблема сохраняется именно потому, что болеют непривитые дети. У нас, насколько я знаю, ни одного привитого ребенка пока не заболело. Да, все непривитые. Прививка от кори, она достаточно интенсивно воздействует на иммунитет в плане защиты, безусловно. То есть это живая, сильно ослабленная вакцина, которая вызывает достаточно хороший иммунитет. Вот пока действительно она себя оправдывает в том плане, что детки, привитые от кори, не заражаются. Больных корью не настолько много, чтобы прям очень много. Хотя бывают случаи по школе, я знаю, в московских школах в некоторых, когда в школе несколько случаев кори, непривитых детей на 21 день выводят с занятий, именно потому что они могут заразиться. А вот все-таки, Екатерина, если мы говорим о непривитых детях, как быстро можно их привить в разгар такой ситуации? Можно ли как-то им помочь? Ну, здесь такой момент. В зависимости от того, есть ли контактные они, то есть был ли контакт, то есть в течение трех дней по контакту мы можем вакцинировать ребенка. Если от контакта прошло больше трех дней, до шести дней мы можем ввести иммуноглобулин. То есть если эти сроки уже прошли, то здесь только уже наблюдение в течение 21 дня. И только уже по происшествию этих дней, если ребенок не заболел, то, естественно, мы можем его уже привить. Ну, а у тех детей, у которых не было контакта с заболевшим корью, но они не привиты по тем или иным соображениям родителей, то есть не получили они вовремя прививку, как им. То есть дети, если у них нет методвода на данный момент, то есть они прививаются по эпид-показаниям. То есть все вакцины есть в нашей поликлинике, то есть для этого что необходимо сделать родителям? Просто прийти на прием, все, налить. Насколько я знаю, дети организованные, дети школьного возраста прививаются уже в детском саду или в школе. Ну, просто есть такая часть родителей, которые отказываются от этой прививки. К сожалению. Да, к сожалению, безусловно. Именно поэтому у нас пошла вспышка кори. То есть прививка управляемая. И вот почему мы сейчас сильно волнуемся, именно потому что прививка, которая дает практически почти 100% гарантию от заболевания корью, и у нас очень давно не было ведь кори, сейчас у нас настолько большая непривитая прослойка детского населения, что у нас пошла управляемая инфекция, которой в принципе быть не должно. Это на самом деле просто катастрофа. Но мы будем надеяться, что все-таки родители, которые по тем или иным причинам отказывались в свое время от этой прививки, все-таки прислушаются к мнению специалистов и сделают прививку, обезопасив в первую очередь своего ребенка. Будем надеяться, что родители будут меньше читать статей, в которых описывается, как в 19 веке не делались прививки и все были здоровы. И мы вспомним, что именно в то время, когда не было прививок от кори. Какие осложнения при заболевании кори? Чему подвергнется вот ребенок, который не привит? Корь вызывает огромное количество пневмонии, а поскольку пневмония коревая, то есть вирусная, обычными способами она не лечится. Соответственно, это осложненное течение пневмонии. Довольно много случаев менинга энцефалита в коревах. И бывают летальные исходы. То есть все достаточно серьезно. Корь тяжелая инфекция, на самом деле тяжелая. От нее нужно привиться. Ей нельзя болеть. У нас вакцинация проходила не только по коре, да, и, конечно же, особое место здесь занимает вакцинация по гриппу. В этом году, осенью, в 2017 году была масштабная кампания. Огромное количество детей, взрослых, все педагоги, врачи, целыми предприятиями все прививались против гриппа. Как и должно быть. Видите, вот все-таки дало ли это свои результаты? Можно ли говорить о том, что вот уже как бы февраль, да, тьфу-тьфу-тьфу, но, в принципе, пока вспышек гриппа не намечается? Вы знаете, прививка от гриппа безусловно имеет значение. И я сама, как человек, который прививается ежегодно и ежегодно контактирует с гриппом, то же самое можно сказать о коллеге, мы понимаем, что здесь мы подвергаем опасности свое здоровье, мы прививаемся и понимаем, что вакцина работает безусловно. Но нужно помнить о том, что это вакцина не живая, убитая. Это убитый вирус, который дает иммунитет не стопроцентный. Он гарантирует от осложнения, от осложненного течения гриппа. Но заразиться, есть вероятность. Есть вероятность заразиться, но переболеть, возможно, не так тяжело, как это было бы без прививки. Но это основной момент, на который врачи обращают внимание, делают прививки. В основном, безусловно, прививочка защищает и от самого заражения, от заболевания. Тут еще ведь имеет значение, насколько плотный был контакт с больным человеком. То есть бывает настолько активный контакт с вирусом гриппа, что даже прививочка полностью не может предохранить от заражения. Но, тем не менее, да, это первое, что мы делаем, это прививочка от гриппа, которая работает на профилактику этого заболевания. Что касается эпидемии, мы всегда ждем эпидемию гриппа во второй половине зимы, то есть после Нового года. В этом году она пока до нас еще не дошла. Мы ее ждем. К сожалению, мы ее ждем. А вот насколько она будет интенсивная, безусловно, покажет время. Надеемся, что это будет так же не тяжело, как в прошлом году. В прошлом году это было довольно, довольно, но карантин, да, карантин объявлялся. Но вот в плане течения гриппа это было достаточно управляемо. Все-таки, если мы говорим о том, что пока грипп не пришел, соответственно, в наших телезрителей есть время защитить себя и своих близких. Давайте поговорим о мерах профилактики. Ну, по мерам профилактики, конечно, это основное все-таки, это соблюдение мер личной гигиены. Это мытье рук, как бы это элементарно не звучало. Мытье рук после посещения школы, садика, работаем. Да, также постараться все-таки не посещать места массового скопления людей, потому что основное все-таки заражение происходит там. Да, мы посоветуем в период подъема заболеваемости не брать детей в крупные магазины. Там воздухообмен таков, что вирус циркулирует внутри помещения и заразиться достаточно легко. Может быть, есть какие-то рекомендации по питанию, по образу жизни, что действительно будет действенно? Да, профилактика у нас, в общем-то, ну, наверное, стандартная каждое время. Мы должны поставить барьер на слизистых. Вирусы в первую очередь проникают через слизистые глаза, слизистые носа, горло. Поэтому, может быть, когда пойдет уже грипп, и об этом будет, я думаю, объявлено неоднократно, перед посещением садика, школы, обработать слизистые носы противовирусными препаратами. Их все родители знают. Это либо мази оксалиновая, вифероновая, либо капельки в нос, гриппферон, деренат. Необходимо помнить, что большинство этих препаратов хранятся в холодильнике. То есть, если родители забывают их в теплом помещении или боятся капать прохладными каплями, ждут, когда они нагреются, ну, и эффективность их снижается. Затем прекрасное профилактическое средство – это солевые растворы, которые смывают те вирусы, которые попали на слизистые в процессе контакта детей с больными детьми. Поэтому придя со школы, с садика, да и взрослые, придя с работы, вполне могут промыть нос слабосолевым раствором и прополоскать горло тем же самым солевым раствором. Эффективность достаточно высокая на самом деле. Ну, и диета, богатая фруктами, овощами, неплохо пропить курс поливитаминов в это время, тоже повышает иммунитет, безусловно. Ну, если все-таки не помогли все меры профилактики и болезнь настигла, что делают родители в первую очередь? Если уже по всем симптомам видно, что ребенок заболел. Куда они обращаются, куда они идут, сразу ли вызывают врача? Вот как здесь обстоит дело? Здесь такой момент. Естественно, надо ориентироваться и на общее состояние ребенка, то есть высокая лихорадка ребенка. Нужно все-таки вызвать врача на осмотр ребенка. Если температурной реакции никакой нет, но есть катаральные симптомы, насморк, кашель, может быть, боль в животе, все-таки стоит обратиться в медицинское учреждение, ближайшую свою поликлинику, все-таки для осмотра ребенка врача. Ну, и следует обратить особое внимание на детей до года. Жаловаться они, как правило, не могут, но головную боль укажут только косвенные признаки. Отказ ребенка от еды, вялость, немотивированная сонливость или беспокойство, контакт ребенка со старшими братьями и сестрами, которые заболели. То есть до года дети могут затяжелеть достаточно быстро, и вот к ним, я думаю, врач должен быть вызван в любом случае, даже при отсутствии температуры. Детки постарше, здесь действительно, как сказал доктор, смотрится на общее состояние ребенка. Но обратиться к врачу желательно при высокой температуре в первые сутки, при отсутствии высокой температуры, я думаю, в течение трех суток. То есть, в принципе, трое суток, если нет температуры, нет лихорадки, то мы наблюдаем. Вполне можем. Общие правила наблюдения такого ребенка, это, возможно, обработка зева, полоскание. Обильное питье, мёд, лимон. Да, народные средства здесь идут хорошо. У кого нет аллергии на травки, фитотерапия. Это всегда, это всегда помогает. Но все-таки, наверное, и вы, как врачи, не рекомендуете сразу бросаться за арсенал таблеток, многочисленных сиропов. Можно попробовать, если, опять же, мы оговоримся, нет высокой температуры, нет какой-то тяжелой ситуации, то есть, здесь можно попробовать вытянуть и нормализовать состояние, в общем-то, и такими известными средствами. Безусловно, иммунитет работает, и если нет выраженной тяжести состояния, необходимо, просто необходимо дать иммунитету поработать самостоятельно. Это тренировка иммунитета, в конце концов. Но нельзя уходить в другую крайность, совсем отказывать ребенку в помощи. Порой родители не дают жаропонижающие, и даже на фоне такой, знаете, судорожной готовности, считая, что таким образом иммунитет будет крепче. Здесь уже риски осложнений достаточно высоки. В любом случае, нужно обратиться за помощью к специалистам. Безусловно. И тогда все будет хорошо, что бы вы пожелали нашим детям, ну и, конечно же, родителям этой зимой. Детям и родителям не болеть. Прекрасная зима, прекрасная погода, побольше гулять, свежий воздух, лепить снежки и не болеть. Ждать весны, она вот-вот настанет. Запасаться здоровьем, есть побольше витаминов, фруктов. И самое главное, гулять на свежем воздухе. Конечно. Спасибо вам огромное. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова